Чемкенте молодой человек в порыве патриотического угара в стенах мечети призвал прихожан поддержать политику Нуршултана Назарбаева. И всем привет! На видеозаписи молодой человек собрал прихожан мечети и призвал их выразить поддержку политики Назарбаева. Парень просит поднять всех руки и повторять за ним лозунги «Нуршултан Казахстан», толпа подхватывает речевку. На шум прибегает имам и останавливает действие. Нуршултан! Хазахстан! 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 Они сотворили себе кумира. Хотя кто такой президент? Он всего лишь слуга народа и получает зарплату за счет наших налогов. Он представляет наши интересы во внешней и внутренней политике. Он является гарантом конституции. Но является ли он на самом деле гарантом конституции? Тут вообще без комментариев. Если президент, которому по конституции отведено два срока, а сидит уже 25 лет, можно ли говорить о том, что он является гарантом конституции? Пускай каждый сам ответит себе на этот вопрос. Ну вы же сейчас будете кряхтеть и говорить, о блин, незаменимых нет. Ну и власть создала такую ситуацию, когда она не дала никому вырастить. И поэтому у вас складывается ощущение, что кто кроме Назарбаева? Естественно, когда все потоптано, когда уничтожена позиция и когда мы творим себе кумира, тем более из политического деятеля, хотим иметь вожака-лидера. Это значит приложить на него свою ответственность за будущее. Но так не бывает. Халявы не бывает. Хотите вы этого или нет, если вы не хотите брать на себя ответственность за будущее своей страны и рисуете себе кумиров, идолов, которые как бы за вас должны все это сделать, вы получаете такую страну, которую мы сейчас имеем. И идеологический, можно сказать, монстр наше телевидение так полощет мозги нашим гражданам, что у них действительно складывается впечатление и мнение, что вот наш президент Назарбаев, это стабильность, это... А вот после него что будет? А что будет? Да ничего не будет. Все будет нормально. Может быть даже лучше. Хотя, если честно, непонятно, что будет после Назарбаева. Потому что сейчас мы как бы находимся в условиях транзита. Но мне кажется, это ситуация, которую сама власть придумала для того, чтобы человек, который руководит нашей страной, вообще сидел до самого конца. Но если так дело и пойдет, то действительно у людей законный вопрос, а что будет после Назарбаева? Придет другой человек, который принесет цепи народу или принесет свободу? Да какой бы человек ни пришел, он по-любому принесет с собой цепи, пока мы будем творить в них кумира. Как только мы не будем вот этого, уберем вот это чинопочитание, когда мы начнем с ними разговаривать на равных, с этими чиновниками, когда мы в них будем видеть слуг народа, когда у нас появится спрос на честную власть, когда мы будем ходить на выборы, когда мы будем требовать, чтобы была выборность Акимов, чтобы власть была у нас как на ладони, чтобы мы ее контролировали. Тогда будет меняться ситуация в лучшую сторону. А сейчас гадать, что будет после Назарбаева, это... Это не все равно, что гадать на кофейной гуще, что будет. Будет то, что мы пожелаем. Назарбаев-2 будет. Вот и все. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно послушать. Всем пока. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал.